Для этого перемещаю градиент на второй план и здесь в первой строке пишу все необходимое для отображения облаков. Во-первых, мы должны сослаться на картинку BG Cloud. Она у нас находится в папке image, а мы сейчас пишем из документа style.css. Поэтому нам сначала необходимо выйти из папки css, дальше войти в папку image и обратиться к изображению BG Cloud. Можем уже сейчас проверить, срабатывает ли наше изображение. У нас появились облака, но мы видим, что они достаточно крупные, а по дизайну высота наших облаков должна быть 200 пикселей. Поэтому следом мы указываем размеры наших облаков и позиционирование облаков. Начнем с позиционирования. Облака должны быть вверху и по ширине. Пускай облака сами подтягиваются, мы будем ориентироваться на высоту, поэтому размер укажем вот таким вот образом. Auto и 200 пикселей. Проверяем, что вышло. Облака стали меньше, но теперь мы видим, что облака повторяются по, ну как бы выстраиваются в две линии, повторяются по оси Y. Нам это не подходит. Нам нужно, чтобы облака повторялись только по оси X. Для этого мы также указываем параметр repeat x. Параметр repeat необходимо указать немножко в другом месте. Давайте... А, или это... Это вот откуда ошибка. Точка с заготой появилась. Вот. Все. Все на своих местах. Облака такого размера, как нам и нужно. И, собственно говоря, идут поверх градиентов. Можем двигаться дальше. Следующий на нашем макете. Блок с тремя боксами. Мы заверстаем сначала один, а потом его размножим по подобию. Для начала давайте экспортируем картинки. Картинки в формате PNG. Оставляем настройку 2x для устройства Retina и нажимаем экспорт. Это у нас будет фото 01. Я переношу сразу, чтобы не запутаться в именовании. Это фото 01. И аналогичным образом фото 02 и фото 03. Обязательно переименовываем картинки, чтобы мы сами в них ориентировались хорошо. И знали, собственно, к кому обращаться и какое название картинки указывать в пути. Так. И перемещаемся в индекс HTML. Сначала создаем отдельный дифт с классом box, внутри которого у нас есть какой-то объект, кружочек цифрой. Также у нас есть контейнер с изображением внутри. Так. И давайте правильно пропишем путь. Мы находимся в файле index.html. Для этого, чтобы нам достучаться до картинки фото 01, нам нужно зайти в папку image и прописать путь к фото 01. После картинки у нас с вами по дизайну следует текст. Это большой объем текста. То есть это целое предложение. Вполне можно использовать тег P. И обратите внимание, что одно из слов у нас выделено. Слово revolutionary более жирненькое, поэтому здесь добавим тег strong для выделения этого слова. Не, для P мы также назначим класс. Например, это будет класс box text. И посмотрим, что получилось. Образование есть на странице. Цифра и текст есть, пока нет стиля, поэтому все выглядит достаточно скромно. Мы сначала оформим один бокс, убедимся, что у нас правильная структура, что у нас есть все, что необходимо для оформления. И потом просто этот блок размножим. Итак, стилизовать мы будем дисклассный бокс. У него по фигме есть такие стили, как ширина. Высоту пока не будем торопиться брать, скорее всего она вам не понадобится. Ширина понадобится. Фон белый и параметр border radius. Вот, собственно, их в работу и возьмем. Все остальное нас пока не заинтересовало. Ширина 350 пикселей, фон и border radius. Далее внутри бокса у нас с вами объект number. Это кругляшок. Мы уже такое делали. Можем уже подсматривать фигму потихоньку, что нам нужно для реализации кругляшка. Ширина, высота. Конечно же, свойства background и border radius 50%. Берем ширину высоту. Берем background. Обращаем внимание, что здесь уже такой background интересный. В формате RGBA. Это для того, чтобы реализовать полупрозрачность. И border radius 50%. Также внутри кругляшка у нас с вами есть текст. Выделяем вот этот слой с текстом. И на тот же div прописываем все параметры, которые необходимы нам для текста. Это font size Verdana, это font family Verdana, font size 30 пикселей, line height 36. И, собственно говоря, пока все. А, и белый цвет. Перемещаемся. Белый цвет в первую очередь, чтобы было видно, с кем имеем дело. Функт size 30. Дальше я не тороплюсь с line height, потому что я хочу вам показать, собственно говоря, как можно с помощью line height правильно спозиционировать текст. У нас с вами сейчас вот цифра внутри кругляшка, но она не по центру. Ни по горизонтали, ни по вертикали. По горизонтали все просто. Текст line center, как и ранее. Проверяем. Выравнивается. А теперь нам нужно эту цифру выровнять по вертикали. И вот для этого я покажу один из способов через line height. Дело в том, что если у нас line height равен высоте, то тогда цифра сама выровняется по центру вот этой вот высоты и вот этого вот line height. Смотрим. Смотрим. Все получилось. Больше никаких дополнительных стилей здесь нам не нужно. Все стало так, как мы и хотели. следуем дальше. Далее у нас с вами был блок контейнер для изображения. Что здесь важно? Здесь важно задать размеры фон, потому что у нас с вами мы видим, да, подтянулись только голубые горы. Но на самом деле эти голубые горы должны быть на вот таком вот оранжевом фоне. Мы стараемся выделить вот слой, вот наш слой с изображением, а вот рядышком слой, на котором, собственно говоря, наш оранжевый бэкграунд. Задаем этот бэкграунд. Нам лучше будет видно границы. Вот мы видим, что сейчас у нас картинка как бы вылезает за пределы блока, в котором она находится. Так происходит потому, что изображение растягивается на всю свою ширину. А мы хотим, чтобы изображение растягивалось не более, чем ширина родительского блока. Для этого мы обратимся к изображению через родителя. Родитель, в данном случае, блок с классом image. Мы обратимся к тегу image через родителя с классом image. И зададим такое свойство, как вид 100%. И проверяем результат. Теперь картинка вписывается в наш с вами родительский блок. Также вот можем заметить, что у картинки снизу есть такой небольшой зазорчик. Вот так просвечивает оранжевый фон. Мы либо можем задать картинке высоту и таким образом избавиться от этого зазора. Либо задать свойство display block. Ну вот через свойство display block это может быть даже будет более лаконично. Вот таким образом мы избавились от лишнего зазора. Но давайте убедимся в том, что высота тоже в нашем случае сработает. Высота в данном месте 310 пикселей. Картинка квадратная 310 на 310. Вот можем попробовать задать высоту. Смотрим, пофиксится ли бак. А, он не пофиксился. То есть без блока даже вот с высотой бак не фиксится. Тогда просто оставляем display block и не ищем больше никаких других путей. Есть такое. Между картинкой и текстом после нее есть некоторое расстояние. 20 пикселей отступ. Это обязательно нужно задать через CSS свойства margin. Margin мы будем задавать на div image. Потому что если мы сейчас зададим margin прямо на картинку, этот margin растянет наш с вами background. нам это не нужно. Поэтому мы задаем на картинку, на контейнер картинки. Далее проверяем font size нашего с вами текста. Здесь у нас 20 пикселей вердана. Проверяемся. Это у нас будет box text. И смотрим какой у нас сейчас работает стиль. Работает стиль 20 пикселей вердана. У меня могло не записаться частично видео. Давайте перепроверим откуда взялись 20 пикселей и font family вердана на тексте, если мы еще пока не указывали. Дело в том, что этот стиль у нас повторяется из раза в раз. И поэтому его логичнее перенести на body. Вот я один раз прописала на body font family вердана, font size 20 пикселей. И везде, где был этот стиль указан ранее, просто почистила код. Оставила только line-хейты. И, собственно говоря, сократила количество кода очень значительно. И теперь мне для моего box текста, в принципе, указывать заново вердану и font size 20 не нужно. То есть я сократила количество кода, вынесла все на body, на общий тег. И так как CSS свойства текстовые наследуются, прописанные свойства на body, они будут распространяться на весь текст внутри body. Итак, box текст у нас все равно есть. И через него мы с вами можем обратиться к вот этому вот стронгу. Ну, собственно, задать ему параметр font weight. Через родителя мы указываем родителя, потом пробел и тот тег, к которому мы хотим обратиться. И задаем параметр font weight, bold. Проверяем результат. Все сработало. Ну, собственно говоря, мы таким образом оформили один box. Вроде бы у нас все получилось, ничего дополнительно не нужно. И мы с вами создаем еще два таких же box. Только заменяем тексты. Заменяем текст. Слово виртуал будет тоже в стронге. И здесь слово визами. Виртуал стронг. Визави тоже будет стронг. Также мы должны поменять цифры 2 и 3 и обращение к картинкам. Фото 02 и фото 03. На макете мы также еще можем подметить, что цвет у каждой цифры он отличается немножко. То есть вот этот светлый, чуть темнее и совсем темный. Для того, чтобы это реализовать, нам нужно добавить к классу number, там где цвет меняется, еще дополнительный класс. Ну, например, это будет класс medium и класс dark. Для класса medium правильнее надо будет даже вот для набора здесь прописать. Для medium мы заменяем параметр background. Здесь мы можем видеть разницу. Вот был у нас 0,4 прозрачность, теперь у нас 0,6 прозрачность. И для dark у нас уже цвет указывается в формате hex. Никакой прозрачности нет. Можно было бы даже вот так. Наверное, это будет чуть-чуть логичнее с точки зрения именования класса. прописать вот сюда класс light, сюда medium, а вот как раз тот, который hex, он пускай будет по умолчанию. И теперь меняем. По умолчанию на набор у нас работает цвет hex, тот, который посветлее, это будет дополнительный паз light. Вот результат. Вита у кругляшков подтянулись, горы разные подтянулись, тексты есть. И, собственно говоря, сами по себе боксы, они уже выглядят довольно-таки хорошо. Осталось их выстроить в один ряд. Для того, чтобы три бокса выстроить в один ряд, мне не обойтись без общего контейнера для них. То есть вот эти вот три бокса, они у меня должны быть обернуты в какой-то один контейнер. Я прям так его и называю класс-контейнер. Не забываю закрывать тег. На класс-контейнер в первую очередь я задаю все свойства display flex. Начинает работать магия. И благодаря этому свойству блоки выстроятся в один ряд. Ну вот, как видите, они слились. Мне это не подходит, потому что у меня между блоками есть какое-то расстояние. И расстояние это равно 75 пикселей. Я могу задавать такое не совсем симметричное расстояние между ними. Либо могу проделать следующее. На бокс мой контейнер задать ширину. Ширину придется математически высчитывать. У меня есть 350 пикселей ширина блока плюс 75 между ними. Раз 75. Второй раз вот здесь 75. Это 150. Не будем рисковать. Посчитаем на калькуляторе. 350 пикселей. Это умножаем на 3. Так у нас 3 блока. Плюс 150 пикселей. 350 пикселей. Хорошо, прошу прощения. Еще больше 350 пикселей. И рухнула. 350 на 3. Плюс 150. 10. 200 пикселей. Три блока вместе с вот этими вот отступами внутри занимают 1200 пикселей. Соответственно, я добавляю ширину 1200 пикселей на мой контейнер и задаю свойства марта нуля. Теперь я раздвигаю эти блоки с помощью CSS-свойства justify-content, space-pit. Мы видим, что не хватает отступа от кружка до картинки. Проверяем, сколько там должно быть. У кружка должен быть margin bottom 10 пикселей, снизу отступ. Кружок это наш с вами number. И здесь margin 0 сверху, 0 справа, 10 пикселей снизу. И 0 сверху. Так, уже немножко лучше. И теперь нужно добавить общий фон вокруг вот этой вот всей истории с тремя блоками. Но для того, чтобы сработал фон не только на ширину 1200, а на все 100%, я добавлю еще один контейнер. То есть вокруг нашего с вами контейнера в HTML, вот этого вот, мы добавим еще один блок. Если кто не знает, как я вот это вот делаю, я выделяю код. И для того, чтобы его сдвинуть справа, нажимаю клавишу tab. И сразу у меня код отодвигается вот на расстояние такой вот правильной иерархии вашей темы. И я добавляю еще один тиф с классом, пускай, например, это будет класс холдер. Такой держатель, да. Так, закрываем. И на холдер назначаем голубой бобранд. Берем его с фигма, набираю вот этот блок. И вот он мой бобранд. Теперь мне немножко лучше видно, что происходит с моими блоками. Что у меня здесь не хватает внутренних отступов. У меня тут, в принципе, все остальное в порядке. Да, только внутренних отступов не хватает. И проверяем, какие внутренние отступы есть внутри нашего бокса. Вот я могу видеть 20 пикселей от кругляшка до верха. 20 пикселей до левого края. Здесь по картинке тоже слева и справа 20. И здесь 20 слева, 20 снизу. Ну, соответственно, справа тоже, скорее всего, 20. Потому что обычно такие паддинги, они абсолютно симметричны. И это у нас с вами паддинг для бокса. Паддинг 20 пикселей со всех сторон. Поэтому можно записать вот так вот кратко. Один раз 20. Это будет означать 20 пикселей со всех четырех сторон. Смотрим. Вот это примерно то, что нам нужно в работе. Как видите, блоки приняли одинаковую высоту самостоятельно. Это произошло за счет свойств DisplayFlex. Это свойство способствует тому, что блоки тянутся вместе на одну высоту. Поэтому никакую высоту нам тут задавать в принципе не надо.